Ну что ж, возвращаемся на замечательный турнир от ЖАДОТА ПИТ. И пассажи LGD в великолепной игре переиграли RNG. Действительно, наверное, одна из лучших игр пока что этого турнира. Мы видим, что LGD в отличной форме. Мы видим, что RNG в принципе тоже неплохо играли, но оппонент прям был зверски хорош. Вот эти все стаки в лесу, передвижение, позиционка в драке. Ну была, да, одна ошибка LGD, где они уже там подумали, что все слишком просто, пошли на хайграунд. Но как они ее справили быстро и опять захватили преимущество? Ну в целом казалось, что LGD на шаг впереди, нежели RNG. То есть переигрывали их по всем параметрам. Посмотрим, как будет сейчас на второй карте все. Интересное начало от LGD. У нас Shadow Shadow Demon появляется, Мирана. Хорошая комбинация. И Чен, ух, ничего себе. Да, вот это персонаж немножко подзабытый. Да, да, прям совсем. Последний раз, причем я видел какого-то вообще чуть ли не кэри Чена, да, тот же, как будут использовать LGD. Ну мне кажется, LGD больше такие классики современной доты. Они вряд ли поставят Чена на кора. Хотя, кто знает. Да нет, да нет, да нет, да нет. Ну могли бы, наверное, если паблик какой-нибудь катали или там нашел матч, а так это вряд ли. Да, а здесь снизу пока что Лич Бисмастер. У Бисмастера я слышал сейчас не самый приятный винрейт вообще в целом. Вот, но герои в целом. Хороший Пангольер следом. Но это, я так понимаю, Пангольер четверочка какая-то или как, или что? Или просто я вспоминаю последние матчи Бисмастера в миде, да, по-моему, от Virtus.pro как раз таки. Там он прям совсем был плох. Что, Бисмастера я чекнул очень хороший винрейт. Ну не знаю, как в компетитиве, но вот если верить пабу... Вроде как это слова Митяя были, но я их не проверял, если что. Я так просто перефразировал. Так, я просто тут сначала посмотрел не туда. Да, посмотрел на пикрейт Пангольера и думал, что это его винрейт, но нет. Вот Пангольера чуть ниже, кстати говоря. А, по поводу Чена. Видите, исподнюю доту сейчас. Ну, а почему бы и нет, с другой стороны, подумаешь. 39% побед на рекруте. 46 побед на Стража, 50 на Рыцари, 47 на Героя, 50 на Легенде, 47 на Властелине, 50... Ну, короче, средненький такой, да? Вообще, нормальный винрейт такой, 50% уже достаточно неплохо. Ну, 50% это дефолтный винрейт. Так, Бист, Панголер. А, кстати, вот интересно посмотреть на Бистмастера плюс Панголера вместе. То есть, это Панголер четверка будет? Да, я про это говорю, что четверочка, скорее всего. Либо же Бистмастер в мид, я говорю, который... Где Панголер в мид. Либо Панголер в мид. Не знаю, тут могут флексануть, на самом деле, как им удобно будет. Пока что появляется сверху тролль еще хороший кэрри уверенный плюс подпуш от команды LGD. Но и остается закрыть чем-то хорошим на центральную линию. Все еще какой-нибудь Эмбер актуален. Потому что физики здесь уже имеется в виде тролля. Не хватает, наверное, какой-нибудь магического дэмэджа. А, Эмбер не будет, он в бане. Смотри, Кимару, с другой стороны, появляется для команды RNG. Ну, теперь на темпе RNG у нас пытаются сыграть. Потому что, мне кажется, тролль пока закрывает все, что есть здесь, если нафармить свое. Плюс еще есть Shadow Demon, не будем забывать. Который тут может накастовать демонник Пурджи. Насейвить дизрапшинами своих персонажей. Очень круто. При этом есть еще и какое-то давление за счет Чена. Так, ну и... Комбинация Shadow Demon. Мирана, кстати, тоже проглядывает. Ласт пик для мидера, я так понимаю, будет. Причем закрывающий. Вот здесь мэби прям отдадут карт в ланж. Он так себе начал в первой игре, но потом проснулся очень быстро. Так и есть. Так, ну и последний бан. Отчего все-таки избавиться RNG? Да, и мы, наверное, узнаем сейчас, что все-таки у них будет на последний пик. И какая роль все-таки Пангальера, бисмастера здесь, как они флексанут по линиям, ролям. Ну, наверное, все-таки с четверочка Пангальера, логичная. По крайней мере, это звучит. Сложную можно отправить бисмастера. Рикимару и Лич могут на линии постоять, например. Хорошая линия Рикимару и Лич. Ну, минута времени есть, что подумать. Стоит отметить, что LGD потратили почти все в доп. время. Ну, им осталось сделать один выбор. Да, чем закрывать мидера? Оппонентам, да, у них прям все отлично здесь пока что смотрится, в теории. Здесь нужно забанить самого опасного героя против твоего мидера. Взять, ну, магии маловато, как мне кажется, все-таки. Да, да, я об этом говорил. Эмир пришел на умную Эмир сам в баню команды RNG. Талия это магия, которая хочется. А, Дес Профит тоже в бане. Дес Профит тоже. Да, да, тоже можно было бы себе. Лиш Раковский, может быть. Не тонковато ли. Вот так чему, да. Ну, в принципе, да, учитывая, что и будут самоначально, да, которые будут вперед идти тролль там неплохо, да, может быть. До которого в бане прямо все перебадили, кунку решили отправить. Окей, ну и ласпика у нас появляется Квиннов. Ну, такое, я бы сказал, прямо на темп героя, пику команды РНЖ сейчас. Прям не собираются, я так понимаю, они затягивают до лейтап. Ну да, все. И опять же Квапа. Ну, кто вот против Квапы может на миде прямо вот переиграть ее, скажем так? Пожалуй, что только Лина. Против остальных героев она стоит более-менее неплохо. Но Лину как бы брать, это... Это вот как раз тоже очень тонкий персонаж. Против такого драфта не очень хочется. И мы посмотрим, посмотрим, что у нас. Ну, времени мало, в любом случае, что угадать, сейчас узнаем. Вайпер, кстати. Да, может. Интересно как. Рикки будет из инвиза выводить свои тучи. Но вообще, темп здесь обязаны брать РНЖ, потому что если они не возьмут темп, то им конец. Вайпер как бы на 25-м. Проблема в том, что LGD тоже могут, в принципе, темп в теории взять. Вот да, да. Проблема в том, что это проблема пика команды. То есть тут вайпер... Ну ладно. Ага, это вайпер на легкой. Чен, может быть, они лексанут, как-то свапнутся, не знаю. Ну, короче, вайпер здесь и Чен такой... А, Чен офлейн все-таки, да. Чен Кор. И ФВА на Миране. Как УДЖи будут играть с Кор Ченом. У них там... Ну, у них я смотрел, типа, Чен Шолл Вуфлейн, но на нем играл 33-й, который был у них на кэри. То есть такой... Я, честно сказать, эту игру плохо смотрел, но я увидел реально мощь в этом персонаже с точки зрения того, что он там творил. Посмотрим, как будет здесь. Это Кор Чен. Это вайпер на легкой, возможно. Все зависит от того, куда пойдет тролль. Ну, мне кажется, тролли не самый приятный лайнап ставить против той же Крин оф Пейн в миде, поэтому не знаю. Просто адски тяжелый лайнап, получается, ставить против вайпера, какого-нибудь там линии Пангалиер Бестмастер, против линии там Вайпер, Шадоу Демона, еще приходящая Патма, может быть, очень неприятно. Вообще, да. Хотя, с другой стороны, у троллей рейнджевая форма имеется, и в этом плане ему попроще, наверное, на линии. Рикки Марк, классный цвет такой. Пират. Они уже бегут. Они уже бегут на тебя. Пират-разбойник. Прям комбо-трога из World of Warcraft. Так, ну и что? Давайте глянем, наверное, коэффициент от нашего партнера пари матч на вторую карту, он прямо сейчас был, на ваш экран. Он подозрительно совпал с коэффициентом на первую карту. Да. Один в один. Так и есть. Но это пока. Пока LGD не включит свою турбомашину. Да, у нас пауза небольшая ставится, потому что он вылечил любую игроков команды LGD, но я думаю, что это ненадолго. Так что берет Чен? Чен берет два фэрифайра, хедреску. 53 урона, хедреска будет работать суперкруто. Нет, это все-таки чилис на мид, да, на вайпере. Как ты определил? Ну, по закупу. Запулен. Если бы я смог выделить вайпера, то я бы тоже... Я нашел его. Да, запулен, значит, на мид. А с мэби отправиться в легкую на тролли, ставить, вот так вот. Мэби отправиться в легкую. Куда отправиться сетсу? Ну, в мид, наверное. Хотя сетсу закупился сам, его никто не запуливал. Бестмастер все-таки в мид слушает. Вот видишь? Да, вот я вспоминал про бестмастера в мид, но мы видели бестмастера в мид, а то виртус про последний у нас вообще ничего не было. Ну, это, понимаешь, это оффлейн бестмастер в миде. То есть это не сетсу взял бестмастер, а это флайвин взял. Просто они, предвидя какую-то вот, предвидя ситуацию, что мид будет неприятным, они берут вот такого героя и ставят его. Я, честно сказать, вот по лайнапу вам точно не скажу, но мы, наверное, увидим по реакции игроков, кого это больше устраивает. Ну, то есть если они будут свапаться, не будут. Вот сейчас, собственно говоря, тролля вообще можно будет запалить. Угу, сложный. То есть здесь какая-то трипла, или что вообще? Тролль не должен с чем-то находиться на одной линии. Это бред полный. Как-то все, короче, решили переиграть и перемудрить максимально. Причем обе команды. Обе команды, да. Лопуты друг друга. Ну, тут это очень важно. Стоит понимать, что если зачастую так игры выигрываются или проигрываются, если не так поставить линии. В этом плане я понимаю, насколько вот реально паб далек. Потому что мне за последние, наверное, 50 игр один раз предложили в самом начале игры тиммейты поменяться линиями. Потому что, по их мнению, они были не очень... Мы в такой салат выиграли эту игру. И после этого я подумал, а что было бы, если бы мы не поменялись? Мы бы в салат проиграли. То есть это реально супер важно. Так, получается у нас все-таки Eleven бежит вниз. Пока что, но не до конца. Сверху у нас FY, Xнова и перетягивается сюда Somnus. Септембр готовится ловить стрелу. Ну, вообще в миде. Что вообще происходит? Миде Чен. Чен в миде. И причем он переманенным кабаном Бестмастера. Вот видишь, это Чен против Бестмастера как раз таки. Вот сейчас я начинаю понимать задумку. То есть Чен искал Беста, потому что против Чена Бестмастер не может... То есть он вызвал кабана, и кабан убегает. Да-да, я слышу, я рад, что я попал на комментирование этого матча. Прям вот это... Это игроки думают головой, да. То есть вот реально ты смотришь и не понимаешь, почему так происходит. Тем временем супер... Забирают здесь Челиса снизу, но он совсем один. Сверху при этом пошла какая-то атака. Такая стрела влетела в Пангольера, насколько я понимаю. Но Сетсу Септембра очень сильно пробили. Но опять же заплатили за это Ферстбладом и кровью Челиса. Ну вообще да, вайпера оставили одного, это очень странно. Вайпер играет через пассивку вообще. Ну потому что он на терпении и будет стараться просто получать уровень. Для вайпера это вполне нормально. Ой-ой-ой. Самый экшен будет наверху, спрятали. Хорошо подстрелуй сейчас в мир Queen of Pain, и это фракт. Очень-очень здорово. И Панголер не успел помешать, и Стрела долетела, и Септембр разбивают лицо. Короче, роуминг Дабла это супер необычно. Чен тем временем продолжает щемить Бестмастера. Отнял у него ранджевика уже. И ранджевиком его лупцует во всё. Ещё минус Курьер. Так, ну снизу продолжает Челис умирать, но это нормально. Он должен умирать, потому что если бы он не умирал, это было бы в салат. Сетсу умирает с одной стороны. Квапа с блинком. Мы же можем мне лишний раз вывести коэффициенты на всякий случай, да? Да-да-да. Просто глянуть вот так. Пока что, потому что... Никто ничего не понимает, потому что там в шоке люди сидят. Даже партнёр паримач не понимает, что происходит. От грехов подальше лучше вот так сделать. Люди в шоке. Там только что заказали какое-то успокоительное всем... Потому что это действительно жесть. Но это очень круто. Ещё стрела в Квапу залетает. Как же больно. Да-да-да, сколько раз я тут буду прогонять, да? Квинов Пейн, бедолага, страдает на линии. Четыре крипа всего лишь у Сетсу. Пангольер за неё погиб, и всё равно её пробили. 15-3 у Чена. Один задавал бестмастер. Чен выигрывает бестмастер на линии. Только нижняя линия проседает, но вайпер там... О, вызвал кабана ошибка. Был твой кабан, стал мой кабан. Элист, по-моему, у нас терпит за команду LGD, пока LGD в салат выигрывает верхнюю линию, выигрывает мид, можно сказать, да? Но бестмастер, конечно, имеет всё же свой фарм, но Чен тут продолжает подушивать и разваливать. Да, и я уверяю вас, что в такой игре вайпер без уровня и без фарма, и квопа без уровня и без фарма, это скорее победа для LGD, потому что их это устраивает полностью. У них... Ну, они как бы собираются выезжать на тролля, прежде всего. И очень будет важно здесь, что сделает Рики в мидгейме, потому что у него очень хороший фарм. Мы все знаем, что Рики должен там просто... Причём, это Рики от RNG, они... Ох, не успел Септембр, он пытался поймать эту стрелу. Ну, кстати, квопу не раздамажили в итоге, хватило и хп в этот раз. Хотя, как много на фласке тратится? Ну, это да, минус ресурса в любом случае. Фарма-то недостаточно, усессу, денег просто негде взять. Единственное, что остаётся, это получать экспу, пытаться как-то у нас тут, кстати, борьба продолжается. Септембр. Врывается, хороший дизайн по двоим залетает. Кстати, под двумя стаками ядок, и ну, Коин идёт до конца. Пошла стрела, стрела залетает по пангольеру, пангольер! Пангольер живёт. Минус курьера. Попутно, килинг спри уже зарабатывает, икснова. Сетсу третьего левого продолжает бежать за хваем, и хвай просто делает это. До свидания, ну, опасненько был, опасненько. Опасненько, но он берёт себе боттл, сейчас непонятно, на какую линию он придёт. Элевен нам просто доминирует над... Да ладно, он же под тавром месит, он мать-си, как только... Берёт свеженького кабана, которого только что вызвал бестмастер. В гнезду два было тп, одно отменяется, прилетает, икснова не успевает помочь. И мана не было, да, спрятать. Эх, икснова, икснова, сейчас ещё и сам погибнет такими темпами. Да, плохо сыграл икснова, то есть он не должен был сюда приходить без маны, потому что была бы мана. Но иллюзиями, иллюзиями Микрит, и вайпер летит сюда, лич вынужден уходить. Лететь отсюда, да. Очень, очень какая-то сумбурная, непонятная у нас вторая карта получается. Пять минут уже миновала, небольшое преимущество в тысячу золотых есть за командой LGD. Ну и давайте посмотрим, что по Нетворсу. Ну у Нетворса тут достаточно интересно. Два героя хорошо фармят у LGD, один герой хорошо фармят у команды РНГ, ну и дальше тоже всё достаточно ровно. Вот как раз она-то самая разница в двух героях, сконцентрирована прямо сейчас. Получается богатый рекимару, но тут, с другой стороны, богатый тролль, богатый... Чен, ну Чен сильно опережает бестмастера тут. Так, стрела в като, минус като. Амирана как бы не стесняется показать, что она здесь. Чен тем временем... Да, раньше бы Чен катапульта... Сейчас же нельзя переманить катапульту вроде бы? Раньше бы Чен сейчас взял катапульту и просто бы бестмастеру здесь проехался бы по линии только так. Шестой уровень готов... Там, кстати, внизу как? Капа, залетает по рекимару. Рекимару, правда, живёт. У него есть река за трейд. Пошёл Синестер Гейс. Какой-то непонятный Синестер Гейс, но ладно. Рекимару самое главное выжил для РНГ. Просто дичь происходит полнейшая. Сверху тролль доминирует над Квинов Пейн. Она ничего не может. Но это очень грамотное решение было от ЛГД. Они дали темп троллю. И всё. И дальше Квапа ничего не может делать. Потому что, во-первых, у неё уже не та раскачка, чтобы что-то делать троллю. Во-вторых, у тролля уже плюс Фейзы и маска. Ну, посмотрите просто. У него 91 урон, а у неё 68. Плюс у него ещё и топор есть. То есть, он там под сотку лупит по Крепу, а она в два раза меньше. Чен покупает Доминатор. Сейчас он возьмёт ещё Крепа с Доминатора. И будет ещё сильнее ломать лица. О, и ЛГД, конечно. Прям вот реально две игры пока очень крутые. По которым можно сделать крутой разбор. Если бы я сейчас не делал датаскоп, который уже по хронометражу 30 плюс минут, и я не знаю, когда мы его закончим, то я бы обязательно взял эти две карты. Но, может быть, это у меня материал на потом будет. На будущее. Наработочки. Хотя нет, следующий у меня был запланирован про стратегию, которую невозможно проиграть. В Доте реально такая стратегия была. Но сейчас уже, к сожалению, всё упущено. Но, собственно, игра прям очень радует, что на всех стадиях команды думают. Но пока думалка вроде как работает лучше у ЛГД. То есть РНГ вроде как понимает, что с этим делать, но, знаешь, как в шахматах спустя там... Сразу не видно, но спустя пять ходов, шесть ходов, видно, что они оказались в минусе. Но пока так и есть. Окей, пауза всё ещё у нас стоит. Опять проблемы какие-то, и снова он уже второй раз вылетает за эту карту. Надеюсь, что ненадолго. Что по фарму? По фарму, опять же, рано какие-то делать выводы. То есть тысяча золотых. Да в такой игре тут вообще ничего не понятно. По фарму, не по фарму. Тут вообще просто жесть. Не знаю, пока пауза стоит. Можно, очевидно, сказать только то, что, мне кажется, вайперу гораздо проще будет камбэкнуть в игру, нежели Queen of Pain без денег. Вот что, наверное, важно. Знаешь, вот Queen of Pain бы получить какое-то усиление, например, там, ну какое-то, знаешь, вот удвоение, удвоение её депозита. Вот если бы она сейчас смотрела наш стрим, она могла бы кликнуть на баннер под стримом и получить удвоение первого депозита от Parimatch. Но, к сожалению, это дота, к сожалению, для неё, и это так не работает. Да, а жаль. А жаль. Ну, не знаю. Может быть, и не жаль. А представляешь, что так закидываешь ставочку, оп, всё, x2 и камбэк, поехал. Это была бы самая, мне кажется... Ну, дота чем хороша? Тем, что в ней весь донат, который присутствует, он исключительно на косметические шмотки. Она всегда была такой, то есть она free-to-play. Наверное, поэтому она настолько популярна в нашем регионе. Всегда была. То есть что тебе нужно? Что нужно было, чтобы просто заиметь вторую доту? Просто оставить заявку? Я помню, кстати, как я заполнял... Почему? Когда только она вышла от Dota 2, её нельзя было получить, но можно было только получить invite. Ну, то есть тебе... Да, ну и ты оставлял заявку. Я помню, как я заполнял, сколько у меня длится в среднем катка, на каком... Да, я помню, у меня первый аккаунт в Dota увели. Я купил второй, вот второй, который я покупал. Это не мой личный аккаунт, я его купил. Ну, в смысле, когда только появилось всё, да. В марте 2011-го началась раздача. Сначала просто выдавали. Потом появилась на сайте, можно было получить встав в очередь. Очередь была довольно большая, но она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась со временем. И в какой-то момент всё пропало. То есть сейчас там есть эта кнопка GetDota, но ничего не нужно делать. Ты просто можешь скачать её в Steam, потому что, в принципе, нет такого притока новых игроков. Нет, скорее наоборот. Больше, да. Золотая эра Dota как-то так отошла на второй план. Но ничего страшного, может быть, в будущем КБ. Я, честно говоря, всё равно не представляю, как вот... Ну, для меня есть ещё одна киберспортивная игра, которая... Я, наверное, старпёр, просто вот уже по мне, может быть, не скажешь, да. Но я реально такой вот... Я воспринимаю какую-нибудь Warcraft, да, как киберспортивную дисциплину. Первый Starcraft. Топ-1, может быть, дисциплина для меня будет КС. Но, как по мне, Dota всё равно одна из самых... Ну, такое всё приятное. Настолько всё приятно нарисовано. Не какая-то не мультяшная графика, не какая-то там квадратная. Всё видно, всё красочно, всё ярко, всё понятно. Куча различных механик. Понятно, вот, на самом деле, проблема любой... В последней паре пунктов с тобой могут поспорить по поводу всё понятно, когда всё видно. Да, я хотел об этом сказать, что, конечно, это проблема любой моего дисциплины, что, ну, в неё всё равно... Да и любой новой игры, здесь просто слишком много переменных. Но если вот в Dota, когда мне было непонятно, мне было всё равно интересно сыграть там на всех героях, посмотреть, что за способности у каждого героя, попробовать что-то новое. Прямо как-то вот тянуло к этой игре. В России, в целом... Почему Dota так популярна вообще в СНГ, что в целом тяга есть с таким сломанным играм, которые, знаешь, не идеальные. Да, какие-то абузы. И людям нравится, нравится вот до этого докапываться, что-то искать и так далее. Поэтому, наверное, в этом и секрет. Потом как-то вот один на один дисциплина, ты как-то вот чувствуешь себя в какой-то, что ли... Вот я играл в StarCraft, помню, какое-то время один на один. Ну, как-то вот... Как-то ты чувствуешь себя в каком-то, не знаю, в огромном зале, где есть ещё один человек. А в Dota куча людей. Да, пусть есть какие-то проблемы с общением. Но, блин, она такая... Ну, это любая мультиплеерная игра. Я хочу отметить, что сейчас крайне редко можно встречать. Вот прям, знаешь, вот такие супертоксичные игроки, как раньше. Да, встречаются. Встречаются, безусловно, но раньше у тебя каждая катка такой была. То есть, я вспоминаю игры раньше, то есть я постоянно, как минимум, двух людей в своей команде мьютил по итогу, потому что, ну, там, вас периодично, наверное, 8 из 10 карт у меня были вот такие люди, которые там, если ты там один раз ошибся или два раза ошибся, всё, начинался срач. Неважно, причём, какого уровня срач, всё равно люди продолжали играть, но всё же. Это было неприятно. Сейчас такое, ну, наверное, в трёх из десяти картах происходит. Ну, это гораздо реже, нежели раньше. Так, Сань, у тебя есть какая-нибудь, ну, вернее, у тебя же много всякой аниме-атрибутики дома? Да, достаточно. Различные. А давайте нам покажешь их. Ну, давай, что ты хочешь. Могу тебе Сайтаму. Мне просто скучно. Давай. У меня вот Сайтама есть на заднем плане. Здоровый такой. Наверное, Сайтама. Вот, Сайтама. Всё, не с лицом. Это смысле? Это легендарный момент, когда он рассказывал секрет своей силы. Ты что, не помнишь? Помню. Ну, я не помню лицо. Он сделал это лицо и говорит, сейчас я расскажу вам секрет. Кстати, пылища дома. Я надеюсь, что все так в доме пыль крутят, как я. Меня заставляют каждое воскресенье мыть пол. Нет, ну пол понятно здесь просто. У меня просто балкон открыт. Так. А балконы постоянно летят. Что тебе? Да. Что там ещё есть? Героевская академия едет. Она тебе не маловато? Она мне маловато, поэтому она лежит на заднем фоне. Когда-то она мне была в самый раз. Круто. М-ка. Блин, мне великовато. Ну, я могу подарить-то. Я хотел бы подарить. Мне великовато. А что это за... О, фигурка. Это я знаю. Это из-за врат. Да, всё верно. Рори Меркурия. Рори Меркурия. Замечательно. А футболка, что это за футболка? Десятая. Это хината, лол. Из волейбола. Это чё? А, ну это... Я думал сначала, что это какая-то футболка ВП. Это чё? Это хината, лол. Это хината чё? Жёстко, жёстко. Я... Знаешь, я бы только узнал по логотипу ICS. Такое есть. Вот такое. О, это я не смотрел. Ну, как-нибудь посмотрю. Я всё время, когда думаю, что тоже посмотреть, я всё время вспоминаю о Жоже уже слишком поздно. Жоже. О, это Драгон Болл. Драгон Болл. Между прочим, очень популярная в Японии тема. Практически, наверное, 60%, ладно, не 60, а 50% всего, что только есть в магазинах, это Драгон Болл. Что для меня лично удивительно, потому что я, помню, играл только как-то в какую-то игру Драгон Болл, не знаком с этой серии. Я бы сказал так, она не только в Японии популярна, она во всём мире популярна. Просто в России её как-то особо не жалуют. Как и в One Piece, в принципе. В One Piece во всём мире популярна. Но у меня тут много всяких этих блокнотиков. Я, кстати, всё это разыграть хотел. Как это Мидориа? Кто это ещё? У меня тут есть. Ну, тут почти все из Геройки есть. Ага, Геройская Академия. А первый чувак? Какой именно? Вот этот? Вот этот, да. Это из Гентама, ты не смотрел. Из Гентама. Не зря. Не рекомендую. Да, тоже, тоже, да, когда-нибудь. Мне, короче, много всего. Добра тут, если покопаться, можно наесть. Чётко. Я могу показать вам только хомяка. Ну, у тебя хомяк, у меня сайтал. Но он наелся и спит. Я сделал... Я вчера всё пытался докопаться. Откуда этот мем пошёл по поводу наевся и спит? Я когда докопался, я не стал так не по себе. Довольно жёсткий мем, если что. Да? А ты не докопался? Нет, мне так и не сгонаривают. Короче, это какой-то с какого-то сайта, в скрин из мессенджера, что мама пишет, типа, фотку котёнка, он лежит на диване, она пишет, наелся и спит. А через 20 минут следующее сообщение, котёнок умер. Это довольно грустное. Да чё-то грустно, да. Да, это грустное. Но всё равно наелся и спит звучит так прикольно, что я продолжаю использовать эту фразу. У нас до сих пор нет Shadow Demon, у него что-то... Ну, ничего страшного, я могу тебе что-то показать. Я могу вам показать вот такого хомяка, когда основной хомяк недоступен, у меня есть игрушечный хомяк. Основной выглядит почти точно так же, поверьте мне. Ну, короче, если пауза будет очень долго, вы захотите, чтобы я показал вам хомяка, я покажу, конечно, хомяка. Я могу дойти до шмоток в гардеробе всяких анимашних, но у нас играть всё время продолжается нормально. Только пригрозишь показать хомяка, как тут пахнет. Снимают. Так, ну что, у нас всё ещё шестая минута игры, и непонятно, что вообще происходит. У нас драка происходит, и у Eleven могут быть проблемы. Например, погибает здесь мастер, погибает также здесь Чен, и сбивают у нас Миранку, и Миранка, скорее всего, тоже отправится в Таверну. Таверна отправляется также из Сетсу. Два в два пока что драка, и снова сейчас тоже погибает. Трипл килл оформлять Септембр на Пангальере. Да, для Пангальера это круто. Так, бустанулся серьёзно, скажем так, по Нетворцу. Плюс 462 золота, это хорошо. Проблема в том, что тролль остался на полном фрифарме, в то время как Вайпер остался с Рикки, и получал там экспы и фарма какого-то, вот мы видим. Четвёртый он уже. Приходит бистмастер к троллю. Тролль пятый, бистмастер шестой. Всё-таки экспы тут у тролля подъели, но по фарму мы видим, что мэйби вне конкуренции. Но этот тролль, он реально тут может развалить, а он ещё и БФчик делает. Опа! Кабан! Сюда! Клэп сейчас урсач сделает с Доминатора. Вот так вот, ну-ка иди-ка. Как же жёстко Чен наказывает этим кабаном. Лучше бы бист их вообще не качал, наверное, через топоры сыграл, не знаю. Да, и проблема, что падает Тауэр. Внизу, правда, там Рикки Мару тоже немножко. Чилис этот, как бы в нём... Нет в нём силы. Нет силы в Чилиссе. Пока, пока да, в принципе, согласен. Нет Нетворс, 1600-1700 в нём. Примерно как в Шадоу Демоне сейчас, так что не такой уж и неценный игрок для команды. С другой стороны, Рикки Мару имеет неплохой на Творс, но проблема-то в том, в том, что LGD уже пушат по линиям, уже забрали Т1 и уже начинают ломать Т2. Проблема в том, что LGD пушат-то ещё с первой Доты, как мы помним все. Да, да. Не пугны, не демон Вич здесь нет, но пуш при этом знатный, реально. И тролль с БФом тут будет вообще так всё пылесосить бодро, и на таком темпе, что БФ ещё... БФ-то не плохой урон даёт, не будем забывать. Так, тролль тут Курьера законтролил, оставил в Рушпите. Квапу увидят, ещё один Курьер летит, и Квапа очень хочет его забрать. Получает стрелу, всё-таки забирает Курьера, уходит отсюда. Неплохо. Надо улететь только. Улететь? Остаться улететь, да. Хорошо, хорошо, хоть как-то, но в любом случае уже 2000 преимущества за командой LGD, и они продолжают пушить, как бы я не повторялся, потому что уже в миде сейчас упадёт Т1. Да, так и есть. Чен продолжает давление своё с этим доминаторским крипом. Тролль там тоже нормально рубает. Метчик у него уже есть. Все команды перешли в давление. У Лича, кстати, интересная раскачка, третья броня. Ну, у Лича всегда интересная раскачка, потому что все качаются по-разному и по ситуации. Ну, здесь аналогичное. Дефить... Ох, супер! Ещё бы чуть-чуть, и его бы вжарило стрелой. Повезло немножко. Ну, или где-то среагировал, он тоже молодец. Так, Вайпер вернулся вниз. Да, ну Вайпер худо-бедно здесь продолжает. Самое главное для Вайпера, что у Нитавра-то не сломали. Он умирал, умирал, но ничего не сделал. Смерть и РНЖ. То есть, как бы, ему норма. Он возвращается обратно на линию, продолжает армить. Чен бьют. Ну, да, но Чен-то выживает, и как бы под Вайпером сейчас Рекес горит. Да, Рекес сгорает, с него снимает стрик. Челис. Вот и всё. Вот и всё. Стан от Кентавра не контрится. Плюс замедление призрака, кстати, очень прикольная тема. Плюс ко всему Вайпер замедляет. И всё. И Вайпер сейчас шестой получится с Омносом. Они тут организуют пуш на двоих. При этом... Смотри, забавная какая тема. На... В статусы на Кентавре. То есть, Лич его породил, и он же этого Лича чуть ли не приговорил. Супер удолетело, плюха на фонтане. Это та самая ситуация, когда герой умер на фонтане. Ну, это немножко нестандартная ситуация, потому что он улетал не там с единичкой КП, а у него было много Вайпера. В очередной раз забирают. Но это не страшно. Сомнос бьёт Рики. Рики уходит. В этот момент Пангольера забрали. У него был стрик из четырёх. Там КВПа ультует, забирает Эфвайя. Я не успеваю просто за всем, что происходит. Это просто Элевен со своими Кентаврами. Никому. Короче, улетел вроде бы Лич нормально. Но Старшторм, который спрокнул, он долетел к нему на фонтане. То есть это не та самая боговная смерть, а это когда просто герою долетел тот урон, который должен был долететь на фонтане. Как бы от Старшторма не спрятишься. Крыши в Доте нет. Вайпер тем временем нападение здесь на Квиннов Пэйн. Клопа уходит. Рики начинают бить. Кстати, неприятно. У него есть ещё один прыжок. Он уходит. Но Вайпер уже вдвоём прогоняет двух коров. Ситуация, что да, Вайпер реально щемит 2-1. Вайпер, который Нетворс имеет не самый большой. Я так в голос того, что Лич застакал этого кентавра, а этим кентавром его убивают сейчас. Так, у нас Ситуация, который просто умирает. А как это? Что с ним произошло? Просто затыкали с руки. Просто затыкали. Пошёл Рор Бестмастер, Шадоу Демону больно. Ну блин, это же Шадоу Демон только. А вот Чен. С Ченом поинтереснее. Правда, Чайник улетает в крипов и здесь уже умирает Бестмастер. Рики всё ещё нет. Пангалер даёт рассказ, но урона маловато. Квапа, Скрим не дотягивается. Нужно уходить. Она могла попытаться добить Чена, но в случае, если бы урона не хватило, это был бы минус Сквинов Пейн. Однако, Чен выжил и Квапе нужно отсюда как-то убираться. Да, хорошая драка получилась для ЛГД. Потеряли всего лишь одного Шадоу Демона. Сетсу должен, по идее, уйти его. Здесь вряд ли удастся подцепить. О, тут его окружили со всех сторон. Кентавр очень быстрый, но нет, нет, не хватит. Или хватит? Да не знаю даже, слушаю. По идее, Блинк должен откатиться. Ну там два стана. Его кентавр, это Доминатор, он очень быстрый, он догонит. Быстрее, чем его второй брат. И еще стан. Нет, не прыгай туда. Тролль уже ждал. Просто ждал, блин. Как они прочитали его. И он, он ведь реально увидел этого тролля, но не успел среагировать. Нужно было прыгать вниз. В итоге забирают Квапу. У тролля уже БФ. На 13-й минуте у тролля БФ, причем он не особо много фармит. Он просто носится по линиям и забирает героев. А, я, пожалуй, выведу еще раз коэффициенты. 1.20 на 4.20. Вот это, да, это примерно как в начале игры обычно коэффициент на ВП против их соперника в СНГ, но жестко, жестко. LGD здесь так вот они такую доту причем они показывают крутую. Да, и они не собираются останавливаться. Сейчас будут пытаться выходить на Т2. Здесь, правда, находятся три игрока команды РНГ. Они, возможно, как-то поборются. Но, видимо, ДТ2 не скоро еще дойдет. Хотя вот очередная стрела сейчас может принести какие-нибудь свои коррективы в действие команды LGD. Если залетит в кого. Тролль вспомнил, что он выформил себе БФ и понимает, что неплохо можно и пофармить с талончиком и БФом и потом купить с Инжиньяшу, потом купить с Атаник. Хотя против Рики вроде как не очень круто, но его тут подсейвят в туче, а дальше он нажмет все свои кнопки и рор Бестмастера ему не страшен. И против Пангалера прикольно должно работать. Быстро выходишь из стану и не даешь себя застанить повторно. Бест просто вообще не знает, что ему делать на этой карте. Он его Чен уничтожил, переиграл. Так, у нас там нападение наверху на Мане. Есть просветка. Мане спивает и Питер Кузутрей. Есть Moonlight Shadow с другой стороны. Покатился Сэптембр в Rolling Thunder. Опять все кастует в этого бедного Вайпера. Вайпер сейвит икснова. Икснова подставляется. Икснова сейчас скорее всего в Таверну. Да? Люд пожил еще какое-то время. Но вообще, конечно, Сэптембр немножко ошибся. Проблема в том, что перетянутил GD и сейчас на развороте может быть кого-то еще удастся подцепить. Но нет, вроде бы все успевают уйти. Ошибся Сэптембр? Ну, даже не знаю, как сказать, насколько серьезна эта ошибка. Вот в Доте очень тяжело понять интуитивно, обо что ты пангалером можешь удариться. Вот об эту горку ты можешь удариться, вот об эту нет. И он пошел вниз вместо того, чтобы удариться сразу здесь. И он на самом деле и не выпускать Вайпер и Стан. Но это не сказать, что прям супер серьезно. Все равно они там забрали Шадоу Демона, одного из двух героев. И Вайпер и Шадоу Демон, на мой взгляд, чуть ли не равны единице боевой в данный момент. Неизвестно еще, кто полезнее. Вообще, мне кажется, вообще, да, согласен. Я причем-то призадумался, что в принципе Вайпер там может и побольше урона выдать, учитывая, что у него даже нет артефактов, но... Ну, что Дудин может спрятать кого-то. Так, ну что-то, два падает наверху, там армия крипов Чена орудуется, и Тавр, скорее всего, упадет прямо сейчас. Да, еще и Мирана. Стрела. Сейчас Монгольера могут поцепить, хотя Роллинг Таннер не сегодня будешь кастовать, говорит Кентавр завтра. Это все... Тот же Кентавр, все тот же Кентавр растакнутый или чем. Будет забавно, если он выиграет всю эту игру. То есть он проживет до конца игры и победит. Я бы его вместе вообще отправил, на фонтан пускай стоит. Ну, он слишком... Он слишком полезен, этот Кентавр. Но забавно то, что да, его реально... Вот против Чена ты не всегда можешь определить, какой... Ну, быстро определить, какой из его крипов с Доминатора. Это создает такую ситуацию. Снизу тем временем он паден на Вайпера, все в него вливают, но Вайпер-то уже прочный, он уже вразмен на Рики выходит и Рики реально может погибнуть. Рики три стаха, нет, все-таки выживает Рики. Параллельно с этим их снова прячется. Нужно спасать здесь их снова. Топорики очень хорошие и их снова погибает. Ну, вообще Вайпер один тут выдержал атаку на троих. Шадоу Демон мог бы, наверное, даже и не прилетать. Ну, вообще-то да, мне тоже так кажется. Вообще странная такая атака получилась. Нападали они, но чуть не погиб майн-керри у команды РНЖ. прям такой какой-то раш 3D. И что, еще раз вы хотите напасть? Ну, как бы Рики вообще не хочет, мне кажется, прыгать вперед. Он на лов-копе врывается. Ладно, стираю здесь Мирану все-таки. Не успел среагировать, ничего сделать. Ну, а как тут среагируешь? Пока моделька разворачивается, ты уже под тучей. В итоге забрали двух героев, но отдали гораздо больше. Тут нападение пошло на крипов Чена. Крипы Чена. Попытка захилить, но они умирают все. Супер не должен уходить. Ну, конечно, забавно было смотреть на Пангольера, как он катится в шаре, и буквально там еще 3-4 выстрела от тролля, и он бы погиб. Это вот такая ситуация. Но Пангольер, он очень дохлый. У него так мало хп, у него 2,5 единицы силы за уровень, это не сверхмного. Он прям такой дохляк, у него даже косаря нет, а он собирает такие вещи в основном еще в игре. Вот я, честно говоря, поэтому в некотором ступоре постоянно нахожусь, играя за Пангольера. Тебе нужно собирать либо в Ладмирс, либо Пайп, либо что-то еще, но у тебя очень мало хп. Тебе хочется купить какие-нибудь артефакты, чтобы быть хоть немножко пожирнее. Но вот он ПТ переключит, у него больше станет. Но вообще для Панголера это реально вот большая-большая проблема. Он типа берет тем, что его не взять из-за свэшбакла, шилдкрэша и роллинг тандера. Но шилдкрэша, как видите, пока нет, а роллинг тандер только раз в 70 секунд можно кастануть. в Лайдшару. Да, пошла стрела, стрела не попадает по Септембру, Септембр отсюда уходит пока что. Окольными путями третий Некра тем временем появляется для Бейсмастера. Ну и, видимо, на этом пока что все. Ждем под пушу какого-то или нет? Вот сейчас могут Квин оф Пейн найти или... Квин оф Пейн без проблем идет, потому что законтролить на верочку нечем особо. Немножко вот эта вот драка снизила преимущество, потому что у Чена погибли все крипы, в том числе крип с Доминатора за 200. Это... Он вынужден был забирать где-то новых крипов. Септембр, кстати, неплохо фармит, но делает это на варде оппонента. Стрела... Попадает, кстати. Забавная ситуация получилась, да? То есть он успел ухажать свой шбакл, но он уже был в стане, да? Судя по всему. Да. Он уезжает на фонтан, отхилиться там. Тяжело без какого-то еще одного доп-контроля было разобраться. Ну, так или иначе, пока все это происходит, тролль фармит. И тролль фармит очень много. Опс, не дофармил одного кентаврика. Его призывают на топ. О, нет, не на топ. Его призывают куда-то в мид. Наверху драка. Тут было нападение на Мане, но Мане сам готов подраться, забирая здесь Эфвая. И, правда, чилист вперед там прогрызает. Пытается улететь Рикки Мару, Тяжело сказать куда он летел. Я тоже не обратил внимания, но его просто вайпер заблевал. Да, его забирает вайпер, вайпер, который имеет не самый большой нахворс, и он через потихонечку поднимается. Тем временем Лич против крипов Чена. Победа за Личом. Остается Икснова. Но не отлетел никуда Чайник. Минус Курьер. Лича сейчас будет. Нет, Курьер выживает на ЛОКП. Сепсембр в миде сейчас может еще не уйти. Свэшбакл через секунду. Ну, как бы Блэйдмейл это, конечно, замечательно, но от крипов это не спасает особо. Крипы объяснились и не права. Да, ну и Септембр заберут еще не прав. Че-то я арирую с Рора Бестмастера, который залетел в Голем и отшвырнул двух крипов. Не, ну мысль типа неплохая, чтобы Клопа выжила, но Блэйдмейл реально не работает против крипов. Причем, ну и Рор тоже теперь потрачен в этих крипов несчастных. Ладно, там кулдаун не самая большая, конечно, на роли, но все равно. Ну, учитывая, что им прям ломают сейчас 8 секунд. Не так мало. А им заходит на хайграунд тролль 12... 13 тысяч Нетверса с Инжин Яшей и БФом. Так, ну что, Глиф прожали, РНЖ, Квин оф Пейн сейчас появится, Аегис еще есть в наличии, но скоро уже пропадет и пока что ЛГД отступают. Но надолго ли? Вот что, вопрос. Мирана просто в позиции, если что, там стрелу готова закинуть. Что они с этим троллем будут делать? Самый главный вопрос, который даже не торопится пока в БКБ выходить, потому что слишком изи-катка. Вайпер, который вот уже купил фортик. Вообще нормально, это отличный артефакт для Вайпера. Лук, который снижает маг-резист. Немножко приоделся. Чен есть. ФВай на топе. Прыгает. Моне, есть просветочка, сюда подтягивается Челис. Моне до конца. Зайфваем. Но правда, как бы здесь Рикимару и не остался сейчас. Покатился Пангольер, проблемы учились. Так, не приходит. Троль выходит в драку, у него Аегиса уже нет, и он под ультимейтом, он себя не контролирует, очень далеко убегает, и сейчас его можно покайтить. На что ульты нет, да, троль должен погибать. Стрела залетает, но поздно. Это два героя, которые погибают у команды ЛГБ. Неплохая драка, получается, для РНЖ. Это еще не конец, в погоне заикваем. Теперь не за Тавром даже. Не попадает с вэшбаком у нас Сентембр, но достает Рикимару, и еще и Мирану забрали, еще и крипов Чена сейчас поедят. Так-то неплохо, неплохо все сделали РНЖ. Гениальность LGD иногда проявляется в слишком сильной форме. Не смог дать стрелу под Йоул, потому что в Рике. Потому что крип постоянно мешал, но то, что сделал тролль, это вообще без комментариев. Это тролль в моей команде знаменитый. Ужасный, ужасный момент, ужасный отрезок. И это шанс для команды РНЖ. Как минимум, хоть немножко прийти в себя. Потому что, ты знаешь, это такой еще шанс. Вот соперник делает какую-то фигню, и настолько с тебя месть, ты думаешь, блин, я же что-то ведь я не понимаю. Как они так играют вообще? И тут в какой-то момент ты видишь, что они делают фигню, и ты их убиваешь. Ну и ты понимаешь, что действительно эта дота, она не всегда будет работать на LGD. Они тоже иногда не совсем правильно чувствуют, что и как происходит. Но все равно слишком тут такой мощный пик, вот если бы они в пятером были, обратите внимание, есть доминатор, это суперсильный аурный артефакт, есть грейвзы, аура чена, который увеличивает хил, и в 5 на 5 драться все равно будет очень тяжело. Повезло, что тролль вот так вот. Сетсу сейчас могут поймать, в смоках вылазка, да, спрятали его, стрела уже летит, правда не попадает, а сетсу успевает уйти на блинке, еще там прокатился пангольер, тоже делает ТП. Я совсем не знаю. Я просто думал, что он сразу блинк ТП аут какой-то сделает, но... У него возможно не было ТП или ему чем-то сбил вайпер. Я увидел у него кулдаун ТП, видимо он уже делал, видимо... Слушай, а как тебе такая мысль? Я вот не уследил, но... А что если он сделал блинк, нажал ТП и в этот момент ему долетела сетка, которую кинул в него тролль? Потому что тролль кинул сетку, но он не успел прилететь до блинка. Вариант возможно. Моя теория. И падает, падает топ очень быстро. Нечем дефить. Ульта Пангалера в фулдауне. Ой, какой ужасный ульт этот Супер. Очень плохо, очень плохо. Все. Минус бараки. Да, бараки падают. Нужно дождаться Queen of Pain. Ну, хотя бы милишную забрать, да. И можно отступить. Стрела. Чудом только не залетает Супера. Все нормально. Там уже доптамер пошел на Рошана. Правда, он достаточно долгий. Да, на две с половиной минуты, поэтому можно за это время еще и подраться. И не раз, наверное, при желании. Да, у нас тут за 25 минут 40 фрагов практически, поэтому подерутся. Так, ну, LGD готовы драться. Идут вперед. Тролли опять раскручивают топоры. Покатился Септембр. Снова вроде как хотят, а вроде как и не хотят драться РНГ. Такое ощущение, что пока что не приняли решение однозначно. В итоге не хотят. Да, очень... Септембр это пофиг. Он катается, его фокуснуть сложно. Остальных героев такое не сказать. Даже вот Квапа страдает. А Квапу, если ловят, у нее накидка минус 3 брони. Это очень плохо. Блэдмейл не спасает. Тролль ее съест. Ну что, у тролля есть ультимейт. Да и, в принципе, тролль довольно жирный. У него 27 брони. Он прошибает, будь здоров. Да и хп у него 200, у Квапы 1400. Ну да. Тролль побежал. За Квапой, а сверху тем временем. Там наверху, да, охота началась. У Ченогем. За Рикимару. Так, Рикимарыч здесь. Успевает эти на блинке, не попадает по него станом, по-моему. Все, все, уйдет. Очень было близко, Мирана могла юлом поднять, но ушел. Ченогем. Молодцы, ЛД очень классно душат своих оппонентов. А тем временем, Солнце он все-таки забрал ее. Да, вот это жестко. Хм. Так, ну что, Рошан скоро появится. Тут, кстати, неподалеку находится РНЖ, они втроем хотят напасть сейчас на тролля, но, возможно, это не самая лучшая идея. Он без ульта, по идее, может получиться, но он играет достаточно аккуратно. Я понимаю, как тролль забрал квапу, я так понимаю, он кинул сетку, нажал на ультимейт, снял с себя сетку, как раз квапе прилетело, там, если откуда-то ночью из кустов это сделать, реально можно очень неплохо затаймить. Прикольная штука от мэйби, надо вот... Потому что обычно, ну, эту сетку, она не слишком юзабельна, она юзабельна, когда там кого-то добить надо, и тиммейты рядом, но есть вот герои, типа вот тролля, или, например, очень сильно может сетка зарешать на Огре, потому что может залететь нескольких персонажей, находит бестмастера. Ну да, тут просто вышли мундайшадо, забрали его, бестмастер погиб. Легко, достаточно, появляется Рошан прямо сейчас. Сетка всегда приятный, артефакт из леса, когда у тебя в команде не так много контроля. Ой, тролль уже летит БКБ, ой-ой-ой-ой-ой, навыбивал еще всего, телескоп кому-то отдаст, и все-таки Рошан не пойдут на хайграунд, но БКБ это сильно. Рошана и быстро заберут, опять же, это займет у них совсем немного времени, и заберут Рошана и спокойно уже можно будет идти по миду, правда, единственное, что снизу нужно, что-то, наверное, Тауэр справляет нормально с этим. А вот почувствуете, насколько Рикки не боец по сравнению с троллем, сколько он просто неудачный такой персонаж вот в битве таких пиков. Я бы сравнил его с Мартой какой-то, то есть не особо много бьет с руки, вот прям вот райт-кликом, больше юзает скиллы в драке. Ну, я бы сравнил, все-таки Марта, если закупить ей прям таких артов, типа вот с Инжиньяша, Сатаник, БКБ, и что-нибудь на урон еще добавить, она вырезает. Я бы Рикки сравнил с каким-то персонажем, который вот залетает в спину, что-то из серии Шторма, и вот он не хочет драться, он хочет убить суппортов, и потом где-то уже, но вот если просто против тебя стоит тролль, которого не убить, он просто месит всю твою команду, все твои здания, Рикки тяжело. Потому что по исполнению сравнил бы, потому что, что Рикки Майору, что Марта, она такая, хит-эн-ранта, то есть врываешься, там, бьешь-бьешь-бьешь, пока все сбегает, потом опять врываешься, бьешь-бьешь-бьешь, также Рикки Майору, прыгает вперед, дает рекорд-трейд, смог скрин, там, бринкуется обратно уже мейтов, ждет кулдаун, опять врывается, и кокет это. Интересное сравнение. Так, ну ладно, у нас в том, тем временем падает и сыр, сыра дают нас чилису, чтоб дольше жил. Ну и Тавр начинает ломать. Спайдернекс. Дизарм, от Септембра. Да, Рикки фармят, вот, ему бы сейчас как-то что-то тут поделать, как Марта, знаешь, кортики покидать, но, конечно, артов вообще нет, тут просто все захиливается грейвзайме постоянно, все под подкил, нереальный зоопарк, с кучей аур, аура урона, аура скорости атаки, подхила, и еще доминатора, ну просто нереальное количество аур. Здесь до Лич, рискует погибнуть, правда, чилис с Рамону спеть должен у нас есть, спрятали его, к минуту, Фэйн! Ох, 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 не попадает практически ни по кому-то, ему тиммейтам, уходит из драки, есть байбэк отлича, возвращается обратно, пошел за хил, хорошая команда ЛЖД, БКБшка работает, здесь от Рикимару, Рикимару уходит приход за трейд, или гусит тиммейтам, но проблема в том, что он сейчас погибнет Лич после байбэка в очередной раз, и все ресурсы потрачены, например, рейнджи, и не выбили даже Аэгис из команды ЛЖД. Да, печальная, печальная ситуация, выбили только сыр, вайпер как батя втанковал, выполнил свою задачу, Чен, есть гравьзы у Чен? Рикимару, ну, Рикимару не может быть, но есть, он за трейд, он там, вот и контроль, не успевает ничего нажать, байбэк у него нет, и, видимо, на этом сразу окончится, но, я скажу так, игра была очень интересная, прямо вот интересно было наблюдать, где я уже здесь, не с точки зрения, как, знаешь, явного фаворита, а с точки зрения, как исполнителя, нестандартной совершенно пиковой, расстановкой по линиям, это да. Да, я соглашусь, игра была очень классная, ребят, не забывайте про баннер, париматч под стримом, кликайте на него, регистрируйтесь, получайте удвоение первого депозита, ну, я присоединяюсь к Александру, в целом, по поводу вот этой вот игры, великолепной LGD, они и в первой, второй игре показали не самые такие простые, не самые какие-то тривиальные стратегии, и особенно вторая игра, особенно лейнинг, если взять, что они там накрутили, и как это в итоге все сработало, что в итоге они вышли с каким-то просто перефармленным троллем, с вот этим Ченом, Соломи Чен, да, ну, опять же, это уже OG показывали, но как это работает, вот почему это работает, насколько он хорош против Биста был, не знаю, какие были там прогнозы в начале вот эти вот какие-то более-менее равные игры, но 2-0 просто в одну калитку, избиение, я так скажу, что с такой игрой LGD является суперфаворитом, то есть даже никто рядом не стоит пока что на этом турнире, ничего подобного я не видел. В любом случае, это позволяет им пройти в финал верхней сетки, RNG падают вниз, и теперь, я так понимаю, будут играть против Invictus Gaming, и это будет у нас не сегодня, естественно, это будет у нас завтра. IG не самый слабый соперник, это получается у нас топ-2 команда группы B, но, тем не менее, топ-2 команда группы B, а группа B вроде как послабее. Ну, а здесь как бы топ-2 команды группы A сейчас будет с ними сражаться, так что в целом более меня, ну, если только по составу смотреть, да, согласен. Что касается следующего матча, по расписанию он должен быть где-то в 12, наверное, да, возможно, у нас будет пауза в связи с этим, потому что Китай обычно по расписанию начинает, так что будьте готовы, может быть, он начнется чуть раньше, но так или иначе, думаю, что вот в лучшем случае 11-30, да, в худшем случае 12-10, начало следующей игры, это будет Вичи Гейминг против Фастер. Посмотрим на СCCC в текущей форме, ну и, конечно же, на то, что показывает Вичи Гейминг. Они топ-1 группы B, возможно, они нам тоже продемонстрируют свою лучшую форму. Уйдем на перерыв, вернемся к следующему матчу. к следующему матчу, к следующему матчу, подforth, к следующему матчу.